Девушки отдыхают Иди! Кляткую смерть еще заслужить нужно! Я все! Я все отдам! А ну-ка иди сюда! Все разбежешь! Нашел! Вот! Это волчья ягода! Ее нельзя есть! Кушать охота! Ищи нормальные ягоды! Отравишься? Возись потом с тобой! Давай ищи! Да нет ничего! Отошли вдать ягоды! Еще поищем! Сюда! Че ты там нашел? Тут покойник! Держи! На, держи! Читай! Лялин Герасим Федотович! Ленинградский уголовный розыск! Валим отсюда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ 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 МУЗЫКА Соня, ну, ты сама-то слышишь, что ты говоришь. Только то, что в городе говорят. А еще говорят, как будто бы этот перстень точно-точно объявился в Петрограде… В Ленинграде, Соня. В Ленинграде. Ну, у кого никто не знает. Объявился? Ну, как? Как чудотворная икона, что ли? Я думала, раз ты в милиции работаешь, тебе надо знать, что в городе говорят. Не хочешь, как хочешь. Слова больше не скажу. Ну, ладно, ладно. Извини. Рассказывай, откуда же он появился, этот твой волшебный перстень? Говорят, кто-то из родственников царя выкупил изумруд и заказал перстень у самого Фаберже. А господин Фаберже, как известно, после революции, удрал в Париж, оставив дома свои драгоценности. Вот тогда-то изумруд-то исчез из дома Фаберже. Сонечка, мой коллега Герасим Лялин семь лет назад командовал обыском в доме Фаберже. И никаких волшебных перстней он не находил. Ну, ты расспроси своего этого Герасима. Расспроси. Не могу. Не могу я ни о чём его расспросить. Он исчез. Второй день его разыскиваем. Смотри, пока не видят. А может… Давай! Братва, расходи! Беги! А ну, стой! Отпусти буржуй! Не буржуй, а милиционер. Вот возьму и арестую тебя за грабеж. Понял? А чё в стебле-то ходишь, как буржуй? Ага. В милиции расскажем. Как зовут? Витька. Ну, что Витька? Ну? Сумку отдай. Держи. Да они ж голодные, наверное. Идите, я вас покормлю. Дай мне нож, пожалуйста. Руки хоть оботрите. Перед едой. Ой. Чё? Откуда это у вас? Судя по всему, убит третьего дня. А это что у него на шее? Это же от удавки след. Ты сказал, его зарезали. Зарезали. Мне наш эксперт объяснил, что перед смертью над ним измывались. Придушат, отпустят. Почерк бандитский, чёткий. А что? Может, кто на волю вышел? Решил отомстить? А может, выпать от чего-то хотели. Недавно на Герасима сигнал был. Брудён с Неппанами сговорился, покрывал их, сообщал кое-что про конкурентов. Я хотел разобраться по-тихому, без огласки, чтоб Герасима не позорить. Да вот, не успел. Думаете, Герасим что-то вскрыл от Неппанов, и они решили подослать бандитов? Я думаю, Дымов, дело это серьёзное. Давай, остальное всё побоку. Ищи убийц Герасима и их хозяев. Да. Дымов, ты бы хоть переоделся, поменял бы обувь. Ходишь в тюблетах, как Неппан. На складе, вон, сабоги Хромовы перевезли. Поди и получи. Это приказ? Характер у тебя. Почему должен быть приказ? Совет. Тогда и лучше так. Марышня, пирожки, баранки. Нет, спасибо. Понял? Понял. Хороший табачок, не пожалеете. Ты скоро? Иду уже. Берём пирожки свежие, пирожки с капустой. Папироски, махворочка. Подходим, покупаем. Папироски. Подходим, покупаем. Пирожки. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как мне найти Долинину Эльзу Тимофеевну? Её сегодня на скорой привезли. Это не ко мне. Вон там, видите, написанная информация? Там вам всё и скажут. Спасибо. Анализы здесь пришли, но мне кажется, тут какая-то ошибка. Видите? Доктор, здравствуйте. Куда поместили мою бабушку? Я не могу её нигде найти. Мне в службе информации сказали, что она на втором этаже, но её там нет. Так, не волнуйтесь, успокойтесь. Всё хорошо. Я перевёл Эльзу Тимофеевну к себе в отделение. Пойдёмте, я вам покажу. Спасибо. Это здесь. Бабушка. 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 Ах, Ниночка. Нина. Ну и ещё не победный марш, но уже и не сигнал бедствия. Вы молодец, Эльза Тимофеевна. Загляните ко мне через четверть часа. Будут готовы результаты анализа. Хорошо. Выздоравливайте. Бабуля. Нина, мне надо успеть. Тебе сказать, где спрятан изумрудный перстень. Теперь хранить его будешь ты. Бабулечка, тебе нельзя волноваться. Ты, наверное, увидела в сериале, да, этот волшебный перстень, и у тебя всё перемешалось в голове. Ничего страшного, такое бывает в твоём возрасте. Дорогая моя, в моём возрасте с моей головой ещё, слава Богу, всё в порядке. В отличие от всего остального. Наклонить мне трудно говорить. Это важная семейная тайна. Аркадий Петрович, что вы думаете о семейных тайнах? Увы, мне нечего сказать. Нашей семье тайн нет. Наше с Соней далеко не пролетарское происхождение. Подробно описано в сотнях разных анкет. Позвольте. Не, не, ничего, ничего. Дорогой мой, я ведь полевой профессор, путешествующий. Вот, поживу в городе до поздней осени и снова в экспедицию. А там и сила нужна, и сноровка. Так, о каких тайнах вы хотели меня спросить? О всяких таинственных бреднях, которыми Соня забивает себе голову. Да ещё и спорит со мной. Она и со мной спорит. Даже отцовский авторитет не спасает меня от её упрямства. И что же вы мне прикажете делать? Соглашаться с той чушью, о которой она говорит? Соглашайтесь, дорогой Тимофей Ильич. Соглашайтесь с любой чушью, которую произносят юные хорошенькие девушки. И даже с той, что в Ленинграде объявился магический изумруд, который избавляет от всех болезней и дарует вечную молодость. Повторите ещё раз, что вы сказали. Ты всё поняла? Запомнила? Да, конечно, невероятно, но я тебе верю. Ну, не доставай его. Оттуда не бери никогда. И чтобы никто, кроме тебя, об этом не знал. Иначе ты навлечёшь на себя беду. Не волнуйся, я не буду. Хорошо. Нина, вас доктор ждёт. Ага, хорошо. Ну, хорошо. Ступай, ступай. Спроси у него, он доживу до завтра. Бабушка. Я шучу. Ступай. Я сейчас вернусь. Я жду. Прошу вас, Тимофеевич, сообщайте мне любые сведения, которые вам доведётся узнать об этом изумрудном перстне. Вы что же, правда верите в этот волшебный изумруд? Вы, учёный, с мировым именем. Волшебный. Там, откуда родом этот изумруд, таких слов не употребляют. Там просто знают, что есть камни, обладающие силой. У изумруда, о котором вы говорите, очень, очень большая сила. Не каждому дано совладать с ней. Если изумруд действительно объявился, он может уничтожить того, кто захочет его присвоить. Вот и вы туда же. Что? Кто-то уже погиб? Моего коллегу Герасима Лялина убили. Он командовал обыском в доме Фаберже. Так вот, Соня думает, что он присвоил изумрудный перстень и теперь за это поплатился. А я считаю, что его убили по приказу Непманов, с которым он что-то там не поделил. И я это докажу. Я прошу вас, откажитесь от расследования этого убийства. Я люблю вас, как собственного сына, Тимофеевич. Поэтому настоятельно прошу, откажитесь. Это очень опасно. Благодарю вас, Аркадий Петрович, за заботу. Бабуля, у меня хорошие новости. Бабуль. Отойдите. Бабуль. Бабуль. И чего ты опоздал на прощение? Дело много перед отъездом. Я же тебе рассказывал. Отсюда сразу в аэропорт. Да. Два месяца в море. Здорово. Ты рад? Да. Судовой врач – отличный опыт. Будешь мне звонить? А ты будешь по мне скучать? Федь, ну, конечно. На корабле со связью не очень, а с интернетом тем более. Тогда я буду записывать письма на диктофон. Как агент Купер. Когда ты приедешь, мы вместе прослушаем. Агент Купер записывал ход расследования. А ты, надеюсь, больше ни в какой детектив не встрянешь? Буду сидеть в скучном архиве и листать скучные бумаги, как серая мышь. Ты совсем не серая мышь. Ты правда так думаешь? Я думаю, ты еще сама не знаешь, на что способна. Ты умная и талантливая. И у тебя впереди еще очень много интересного. Поцелуешь меня на прощание? Ну, да, слушай, как договаривались. Ага, все, пока. Нина, поехали на дачу? Только ненадолго. Мне надо обязательно вернуться до вечера. Завтра приедут родственники, которые не успели на похороны. Угу. Да, я и сама долго не могу, у меня хина. А по поводу родственников, приедем утром и все подготовим. Как вы, Зинаида Николаевна, о деньгах-то говорите? Со страстью. Я бы сказал, даже с обожанием. А вы знаете другой предмет, который может вызвать подобные чувства? Знаю. А, ну да, ну да. Вы мыслите категориями вечности. В ваших масштабах деньги не важны. Ну, о деньгах, можете не беспокоиться. Мы свое слово держим. Там... Приветствую. Там князь пожаловал? Так рано. А голодал, надо думать. Прошу прощения, неурочный гость. Так, ну, мы вроде обо всем договорились. Прошу. Не может быть так, чтобы никаких интересов. Ты внимательно за ним следил? Какие могут быть интересы у милиционера? Ну, беспризорников подкармливает, обувь заграничную на рынке покупает, пластинки там какие-то патефонные. Любопытно. Какие? Чарльстон, кажется. Кажется? Тебе было велено найти крючок, чтобы зацепить его и привезти сюда. Зизи, у этих людей нет крючков. Они гладкие, как пуля. Они отлиты все по одной форме. Сколько раз я тебе говорила не называть меня Зизи. Прошу оставить эту барскую пошлость. Как скажешь, Зизи. Но Зинаида Николаевна это как-то уж совсем. Так зовут советских домохозяек. А я и есть советская домохозяйка. Жена уважаемого коммерсанта, между прочим. Прошу об этом не забывать. Это Захар-то уважаемый. А че это ты меня уважать не желаешь? Смотри, ваше вшивое сиятельство. Как бы те мои харчи поперек горла не встали. Здравствуйте, граждане. Приятного аппетита. Что ж это вы меня бросили? Три дня следили за мной, а сегодня бросили. Пришлось самому за вами идти. Вы решили, как это называется, подколымить на досуге? А Серафима Петровна пообещала расплатиться с вами водкой, я полагаю. Да нет, это я так. За даром. Надо ж помочь по-соседски, пока хозяин в командировке. Наверное, тяжело рубить дрова после вчерашнего. Руки-то не дрожат? Нет, я это, похмелился уже с утра. Ну-ну, удачи вам. Пока. Вон тот в очках, видишь? Михаил Семенович. Он дачу снял недели две назад, соседнюю. Вот ждет, когда к нему дочка с внуками приедет. Похож на старого мафиозного канцельери. Для тебя он выглядит стариком. Мама другого мнения. А этот второй с топором, он что, тоже жених? Ну, вроде того. Ну, помнишь такой дом в конце улицы, красный? Ну, да. Вот, он его в наследство получил. Зовут Толиком. Целыми днями вокруг мамы крутится. Хороший и поможет, и починит. Только... Как-то странно, появились эти женихи, тебе не кажется? Как-то уж очень одновременно. Ну, судьба она такая. Либо никого, либо два сразу. Девочки, а чего вы пирог не едите? Вон, что, невкусный, что ли? Ну, почему? Выключите вы этот телефон. Дайте Ниночке отдохнуть. Телефон управляющей компании. Алло. Нет, это не Нина. Это ее соседка, Людмила Дейнека. Какой потоп? Я поняла. Мне показалось, что звонил мой телефон. Да, Ниночка. У тебя в квартире потоп. Ты серьезно? Угу. Ну, поехали домой. Нина! Спасибо. У тебя бабушка померла. Знаю, Вася. Приходи завтра на поминки. А ты, а ты, а ты пирожком угостишь меня сладким? Я после работы зайду. Вот, кстати, тебе, тебе. Меня не будет сегодня вечером дома. А ты насовсем уходишь, да? Вась, ну ты чего? Завтра мы встретимся и помянем бабушку. Да знаю я, знаю. Ты навсегда уйдешь. Вот. Сфотографируй нас. Вась, нам некогда. На память. Давай. О, Господи, какая классная фотография. Самая лучшая. Держи. Пойдем. Потоп. Потоп, потоп. Флаерсы, флаерсы. Разбираем флаерсы. Если вы меня зальете, учтите, ремонт будете делать за свой счет. И вообще, что у вас там происходит? Мне тоже интересно, что это. Девчонки, девчонки, это я, это я устроил потоп. Простите меня, пожалуйста. А ты откуда взялся? Квартира сверху давно пустует. Из Москвы. Я здесь в творческой командировке. О, в творческой командировке? Да. Ты писатель? Да, боже упаси. Ой, извините. Так просто случайно совпало, что мне квартиру, мне через агентство сдали в писательском доме. Я историк, реставратор. Тут у вас один дворец восстанавливают. Так вот, пригласили меня к консультантам. Данька, твой коллега. Данечка у нас историк-архивист. Да? Да? Не знал, что бывают такие архивисты. Какие? Ну, такие симпатичные. Ой. Это что за гадость? Здрасте. Нина, что здесь произошло? Потоп. Дорогая. Ты забыла про лимон? О, господи. А что ты такого сказала? У меня нет лимонов. Мам, у меня аллергия на цитрусовые. За 23 года могла бы запомнить. Обязательно было напоминать про мой возраст? Литочка, ну, при чем тут твой возраст? Камин из тевдейского мрамора. А, а ты свое дело знаешь. А картину кто написал? Коровин? Да. Коровин и написал. Какой-то предок Нины дружил с ним. И вот он подарил ему картину. О, господи, Данечка. Данечка, что опять? Что, 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 что? Что? Что, где ингалетар твой? Пальто. Где? Пальто. В кармане. Какой ужас. На, на, на. Таблетки. И что? Какие, какие навредки? Какие навредки? А, Нинка. О, господи. А какие, какие вот эти? Да, иди, вода, вода. Твоя бабушка, моя мама, не имела права оставлять квартиру и все деньги только тебе. Мы опротестуем это завещание. Ниночка, придется делиться. Нам адвокат так сказал. У вас ничего не получится. И на это есть важные причины. И никакие адвокаты вам не помогут. Какие причины? Ты скоро узнаешь. Целый обед из таблеток. Не объешься? Спасибо, Люд. Ты меня просто выручил. Здрасте. Пожалуйста. Здрасте. Данил. Максим. Это Даня. Данечка Диор. Наш гениальный портной. Но с характером у него не очень трусоватый. Он чуть что сразу в обморок. Как барышня. Ну, Люда, ну ты сама подумай. Ну, вот совсем чужие нервы не бережете. Я же пришел. Дверь на распашку. Я думал, что Нину ограбили. А что пришел-то, болезный? Мне Эльза Тимофеевна, она за последний заказ не заплатила. Я думал о Нине спросить. Слушай меня, Диор. Ты свою совесть куда-то булавками пришпилил и забыл? Эльзу Тимофеевну сегодня только схоронили. Ты завтра не мог прийти? Ну, деньги мне очень нужны. Может быть, я вечером зайду? Нет. И вечером ты тоже не зайдешь, потому что Нины вечером не будет. Ну, все, тогда я буду здесь ждать. Не будешь. Ну, подожди. Ну, 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 можно? Ну, можно я хотя бы позвоню? Можно! Танго, танго. Красиво, но не мое. А это что у нас? Фокстрот. Это вчерашний день. Что, не любите танцевать в паре? Вы наверняка знаете, что я люблю. У вас шпион. Следил за мной на рынке. Да, я велела за вами следить, чтобы быть в курсе вашего расследования. Кто предупрежден, тот вооружен. Какого расследования? Бросьте! Вы же ищете того, кто убил Герасима Лялина. А этот ваш убиенный Герасим постоянно ошивался у меня на даче. Вел какие-то подозрительные дела с моими гостями. И с вашим мужем тоже? Боже. Боже упаси. Он был жадный, как паук этот ваш Герасим. Мы с мужем его терпели только ради полезных связей. Ну, что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Познакомьте меня с теми, кто имел общие дела с Герасимом. Тоже мне. Задача. Приходите ко мне в субботу на именина. Будет весь паноптикум. Но моя ответная просьба будет посложнее. Какая же ваша просьба? Вы должны со мной станцевать. Какая же ваша просьба будет? КОНЕЦ Соня, это ты? Да. Добрый день, папа. Добрый. Папа, а ты не знаешь, наш милицейский сосед дома? Начистил до блеска обувь, окропил себя деколоном и убежал. Я полагаю, на свидание. Соня, ты только посмотри, какая красота. Неужели Константин Алексеевич прислал? Да, как обещал. Она прекрасна и загадочна. Именно такой я себе ее и представлял. Реставрация фасада? И чего, это все твои работы? Да. Привез образцы для местных реставраторов. А что это за дыра? Это не дыра. Это подземный ход. Реставрировали дом одного купца в Пятигорске. Сняли стенную панель, а там вот это вот. В старых домах стены много чего прячут. Кстати, вот диктофон. Ты просила. О, спасибо. Пожалуйста. Кофе будешь? Буду. А зачем тебе диктофон? Я буду записывать письма одному человеку. Я ему обещала. А твой человек что, не умеет по телефону разговаривать? Умеет, но не может. Интересно, в каких-то таких не столь отдаленных местах находится твой человек? В очень отдаленных, в северных морях. Человека пригласили работать судовым врачом. Это человек-жених или человек-друг? Это человек, которому хочется записывать письма. Понятно. Вечер добрый. Добрый. Аркадий Петрович, у тебя? Он спит. Ясно. Что это? Картина. Папе художник из Парижа прислал. Константин Коровин. Ой, ну какая уже красивая. Ой, да все, не перехвали. Разволнуюсь, а мне надо держать себя в руках. У меня сегодня важные свидания. А с кем? Извини, не могу сказать. Пока не могу. Но как только будет можно, ты первая об этом узнаешь. Потерпишь? Потерплю. А что ты мне хотела показать? Точно. Пойдем. Я думала, что единственная наша семейная ценность — это вот эта картина Коровина. Так-так. Но оказалось, это лишь часть наших фамильных сокровищ. Смотри. Кольцо. Да, бабушка хранила его всю жизнь. А до нее прабабушка, а кто хранил до нее, я вообще понятия не имею. Ого, настоящая фамильная ценность. Это изумруд, настоящий изумруд. Это настоящий природный самоцвет. Бабушка сказала, что он обладает какой-то волшебной магической силой. Магической силой. Что-то я не помню, чтобы Эльза Тимофеевна верила в магические сказки. А бабушка не считала, что это сказка. Она даже сказала, чтобы я никогда не доставала его из тайника и никогда не надевала его. Ну, один раз-то можно? Мне сегодня важное свидание, может, он принесет мне счастье. Как думаешь? Я думаю, что тебе его лучше снять. Это он. Алло. Привет. Да я тебя жду. Пап, ну... Сонечка, ну что такое? Он мне не верит. Аркадий Петрович, извините. Соня уверяет, что вот эта картина написана недавно, в Париже. Так и есть. Константин Алексеевич Коровин закончил эту картину десять дней назад. Десять дней? Невероятно. И кто эта женщина? Дорогой мой, это не настоящая женщина. Не понимаю. Она миф. Легенда. Гений места, если хотите. Я впервые услышал о ней, когда был в фольклорной экспедиции на Урале. Там ее называют «Хозяйка Медной горы». Откуда же художник узнал, как она выглядит? Это знает его талант. Когда ты рассказал Коровину о ней, и вот теперь он ее воплотил. По-моему, прекрасно получилось. Мне нужно сказать тебе одну важную вещь. И это надо отметить. Федь, Эльза Тимофеевна верила в волшебную силу изумруда. Ты представляешь? Эльза Тимофеевна, та Эльза Тимофеевна, которая считала открытие антибиотиков главным событием прошлого века. Эльза Тимофеевна, это чушь какая-то. Хин, а чего тебя тянет гулять-то по ночам? Вот мы чего тебя назвали в честь такса великого писателя? Чтобы ты вела себя интеллигентно. Да. Хотя таксы Чехова тоже не отличались воспитанием. Ладно, пойдем домой. Да, мы нагулялись. Нагулялись, Хин. Ну да, нагулялись мы с тобой. Хин, ты чего? Нинучка, нет, нет, нет. Люда. Да, 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 да. Что, что, что? Да, да, да. Бабушка. Да, да, бабушка. Бабушка была права. Да, права, конечно. Бабушка была права. Да, да. Нинучка, еще, 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 еще. Нет, 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 нет. Ты глаза не закрывай. Нет, ты глаза не закрывай, пожалуйста. Нет, нет, Нинучка. Нинучка, тебе умирать нельзя. Тебе нельзя умирать. Ты мой друг, слышишь? Тебе умирать нельзя. Ты мой друг. Нет, нет, нет. Нинучка, открой, пожалуйста, глаза. Нет, нет, нет. Посмотри на меня. А мы врачи заслуживаем. Мы врачи заслуживаем. Тебе помогут. Тебе помогут, Нина! Посмотри на меня! Что у вас тут случилось? Посмотри, пожалуйста, на меня! Нет, нет, нет! Я с Ниней врачом возьму! Нет, 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 нет! Ночью мне позвонили соседи, я тут же перезвонила мужу, а он срочно вернулся из командировки. Давно приехали? Прилетел два часа назад, жена забрала меня из аэропорта, сюда приехали вместе. Ваша дочь что-нибудь говорила? Так она спит еще. Она вчера никак успокоиться не могла, я ей снотворного дал. Нужно айтишникам отдавать, так сходу мы ноутбук Нины не вскроем. Попробуй слово «дайнека», «а» в конце. Нина называла нашего Шерлока Холмса, если помнишь. А, вот еще что. В спальне нашел. Это для беременных лекарство от токсикоза. Моя бывшая такие принимала. Угу. У тебя же нет детей? Она изображала токсикоз, чтоб мы поженились. Ну что, вроде что-то зацепили. Тянем, потянем. Может быть, что-нибудь и вытянем. Здравствуйте. Рад приветствовать. Рад приветствовать. Угощайтесь. Угощайтесь, товарищи. Спасибо, спасибо. А как по-вашему табак? Табако. Угощайтесь. А вот скажем «дом». Домо. О! Тоже мне приделали словам по букве, как будто собаки на хвост репей нацепили. Ты болван. Эсперанто – это язык будущего. Он объединит вообще все человечество. А как тогда по-вашему будет это самое «человечество»? Здорово. А, Никки. Товарищ Дымов, вы тоже тут? А ты как сюда попал? Так я, меня Герасима Лялина познакомил. Увидимся. Да. А я же тебя спрашивал о знакомстве в Герасиме. Почему ты мне не сказал про Зинаиду? Да он сам мне велел. Сказал, ежели кто спросит, чтобы я молчал. Он же мой начальник все-таки. Хоть и покойный. Послушай, а Никин. Тимофей Ильич! Еще поговорим. А тебе чего тут надо? Иди вон туда. Тимофей Ильич. Вы ослепительная. Я надеюсь, вы не забудете своих манер, когда я буду сидеть у вас в кабинете на допросе. Я надеюсь. До этого не дойдет. Но это от вас зависит. Нет. От вас. За вас. За вас. Ладно. Я обещала вам показать всех, у кого были дела с этим вашим несчастным Герасимовым. Пожалуйста. Вон, видите, жрет мясо. Он из кожевиного треста. Жрет? Но то, как он это делает, по-другому никак не назовешь. Вон та дама с собачкой. Пошивочную мастерскую держит. Вон тот длинный, из губкома. И они все были тесно связаны с Герасимовым. Еще как. Он успел раскинуть сети. Папа. Успокойся. Присядь. Я все понимаю, но ты должна поговорить с полицейскими. Они в квартире или с Тимофеевной. Я обещал им дать знать, когда ты сможешь. Это все из-за перстня. Просто не надо было его надевать. Какой перстень? Ну, с изумрудом. Фамильная ценность. Ты слишком рано поднялась. Нужно еще полежать. Перстень. Господи. Максим, на Нине был перстень? Максим, перстень был на Нине. Я не помню, там кровь была. Был перстень или нет? Да я не помню. Успокойся. Максим о ней позаботится. Платок нашел. Кажется, мужской. Инициалы ГШ. ГШ. Значит, ищем джентльмена с именным платком. Все интереснее и интереснее. Давай попробуем. Вы куда? Господин Крюков. Пропустите. У Нины был на руке перстень? Нет, никакого перстня не было. А в чем дело? Получается, убийца его забрал. Убийца искал перстень. И если мы поймем, кто знал про перстень, вы сможете найти самого убийцу. Я думаю, что мы и так его уже нашли. Вот, обнаружили платок. На нем инициалы. ГШ. Я вам даже сейчас покажу владельца этого платка. Может, вы его узнаете? Нина работала на него. Редактировала его романы. Вот. Писатель Генрих Шторм. Знаком вам? А вы куда? Да, это я. Это я убил Нину. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова